Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Совещание по подготовке к комплексным противоаварийным учениям. 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Баскетбольный триумф в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 4 энергоблока. Суммарная мощность 26 824 мегаватта. Суммарная выработка 30 миллиардов 628 целых и 7 десятых миллионов киловатт-часов. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1 и 2 энергоблоки нагрузка суммарная 2114 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии Смоленск АЭС за 18 дней февраля составила 710 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 38 миллионов. С начала года Смоленская станция выработала более 2 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 11 и 12 февраля на Смоленской АЭС прошло первое расширенное совещание по подготовке к крупнейшим в году комплексным противоаварийным учениям КПУ-2019. Концерн «Росэнергоатом» проводит комплексные противоаварийные учения ежегодно на одной из атомных станций России. В сентябре текущего года они пройдут на Смоленск АЭС с использованием мобильной техники и привлечением отраслевых и ведомственных объединений, отвечающих за антикризисное реагирование. В учениях будет задействовано более тысячи человек, несколько десятков единиц спецтехники, авиация. Наблюдать за ходом КПУ будут зарубежные эксперты и средства массовой информации. В них примут участие персонал станции и группа оказания экстренной помощи атомным станциям, силы и средства МЧС, Минобороны, Федерального медико-биологического агентства России, ситуационно-кризисные центры «Росатома», концерна «Росэнергоатом» и «Ростехнадзора». Цель этого масштабного тренировочного мероприятия – проверить готовность АЭС к ликвидации последствий нештатной ситуации, отработать практические навыки персонала, необходимые для обеспечения безопасности станции и взаимодействия между участниками противоаварийного реагирования. Комплексные учения отличаются от обычных противоаварийных тренировок тем, что привлекается большое количество участников. Самое главное – надо отработать взаимодействие всех участников аварийного реагирования. В этом основной смысл. В расширенном совещании, посвященном этой теме, приняли участие руководители профильных департаментов концерна «Росэнергоатом», «Смоленск АЭС», представители МЧС, Минобороны, Федерального медико-биологического агентства России, органов местного самоуправления и администрации области. Открывая работу совещания, директор «Смоленск АЭС» Павел Лубенский подчеркнул, что проведению комплексных противоаварийных учений на атомной станции уделяется повышенное внимание. Учения помогают оценить готовность к действиям и слаженность работы противоаварийных служб станции и региона при нештатной ситуации. Также обсуждались вопросы готовности полномасштабных тренажеров атомной станции к моделированию многоблочных сценариев нештатных ситуаций, защитных сооружений, к проведению практических мероприятий КПУ. 15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день 48 воинов-интернационалистов Десногорска награждены юбилейными медалями Росатома. 30 лет прошло с момента тех событий, а воспоминания шрамом отмечены в памяти этих людей. С те времена молодые и полные сил парни, а теперь зрелые и опытные мужчины. Они помнят все до мельчайших подробностей. Неоднозначная война порушила и изменила тысячи судеб. Участники тех событий собрались в стенах Центра культуры и молодежной политики Десногорска. На мероприятии также присутствовал глава города Андрей Шубин и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Мы выражаем вам огромную благодарность за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением. Значимость этого события отмечена и корпорация Росатом. Совместно с ветеранскими организациями России она выпустила памятные награды. Представители администрации города вручили воинам-интернационалистам юбилейные медали. Также на вечере выступали музыкальные и танцевальные коллективы города. Для этих мужчин встреча со своими боевыми товарищами это всегда памятное и волнующее событие. Мы здесь все собрались, это везунчики, понимаете? Это везунчики, кому повезло вернуться живым. Я очень рад, что сегодня у нас такое мероприятие. Собрались, наконец-то, столько наших друзей, ветеранов-афганцев, с которыми мы очень редко в последнее время встречаемся. Когда-то Родина призвала этих людей на поле битвы, эти мужчины смогли достойно и самоотверженно проявить себя в бою. И это долг любого гражданина своей страны. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Более тысячи юных баскетболистов, их тренеров, педагогов, родителей и друзей уже второй раз объединил масштабный спортивный праздник – Олимпийские дни баскетбола в Десногорске. Его организовали концерн «Росэнергоатом», «Смоленск АЭС», Центр спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом», Администрация муниципалитета и школьная баскетбольная лига «Кэсбаскет» при активном участии и поддержке Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия». Почти пять лет в Десногорске под эгидой концерна «Росэнергоатом» развивается проект планета баскетбола «Оранжевый атом», который также является партийным проектом Смоленского регионального отделения «Единая Россия» в рамках программы «Детский спорт». В рамках проекта проходит финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В этом году за путевку на финал Центрального федерального округа на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» боролись восемь команд из Десногорска, Смоленска, Вязьмы и Тёмкина. Победители отборочного этапа среди 27 муниципальных образований Смоленщина. Болельщики стали свидетелями жарких баскетбольных баталий за чемпионский титул. В напряженной борьбе среди девушек уверенную победу одержала команда школы номер 34 «Смоленска». Среди юношей безоговорочным лидером по забитым в кольцо мячам стала команда школы номер 29 «Смоленска». Команды-победители продолжают борьбу в чемпионатах «Кэсбаскет» по Центральному федеральному округу, которые пройдут в марте в Смоленске и в Тамбове. Десногорских болельщиков порадовала команда девушек школу номер 3, которая уже во второй раз завоевала бронзу регионального чемпионата, а это задел на более серьезные достижения. В рамках областного финала зрители также стали свидетелями увлекательного показательного матча между сборной школьников и командой друзей «Кэсбаскет» из числа профессиональных спортсменов, тренеров и любителей баскетбола. В 2019 год объявлен генеральным директором госкорпорации «Кэсбаскет» Алексеем Евгеньевичем Лихачевым годом здоровья. И, конечно, шамбурное здоровье хотелось бы, чтобы были какие-то яркие, интересные. Могу сказать, смотря на сегодня все, что происходит, ну и, конечно, ранее, что это один из лучших проектов концертов и Тесногодских ментипланетных сил. Я очень горжусь, что пять лет назад мы были приняты в дружную семью «Кэсбаскет». Я очень горжусь, что с 5 лет мы проводим свои финалы в самом спортивном для меня городе, в городе Натальщиков, Несногорске. Я очень горжусь, что наши партнеры в конце «Кроссенергеатом» Смоленская атомная станция всегда с нами рядом. 12 февраля на торжественном собрании в Центре культуры и молодежной политике были подведены итоги насыщенной работы за год. Под неумолкающие бурные аплодисменты первые лица Смоленской АЭС и города, представители областной думы честовали тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие баскетбольного движения и пропаганду здорового образа жизни в Десногорске. Не секрет, что город Десногорск у нас очень спортивный. То есть спорт развивался, развивается и уверен и будет развиваться в дальнейшем. Люди, которые дают возможность и привлекают наших детей к занятиям спортом, делают очень большое и нужное дело. Большое количество детей сейчас занимается видом спорта, это здорово, они развиваются. Коллективный дух, в хорошем смысле борьба, получение результата, и вот это все дает нам занятия спортом, в общем, в частности, баскетболом. Наградами отмечены более 30 педагогов, около 40 спортсменов города и Смоленск АЭС, порядка 50 семей, чьи дети занимаются баскетболом. Каждая школа получила от организаторов наборы фирменных баскетбольных мячей. Преподавателям физической культуры, школ и детских садов, тренерам Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» вручены сертификаты о повышении квалификации в Смоленской государственной физической академии культуры, спорта и туризма. И, конечно, главными героями в этот вечер стали начинающие баскетболисты, которые недавно приняли участие в традиционном баскетбольном чемпионате 4 на 4. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас 21 февраля в 17 часов в зрительный зал реабилитационно-оздоровительного и досугового центра на мастер-класс, посвященный Дню Защитника Отечества и открытию нового вида единоборств – Киокусинкай в городе Десногорске. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok